Мне хотелось бы дать вам, дорогие, очень важную, на мой взгляд, молитву всем вам. Она очень простая, постарайтесь ее запомнить и чаще повторять ее сегодня в эти дни, тревожные и неспокойные. Эту молитву оставил нам святой праведный Иоанн Фронштадтский, и поэтому я советую вам как можно чаще ее читать. «Господи, Ты свет мой, просвети меня! Господи, Ты сила моя, укрепи меня! Господи, Ты спаситель мой, спаси меня!» Вот эти простые слова, которые начинаются на три «С», постарайтесь запомнить. «Ты сила», «Ты свет», «Ты спаситель». Особенно часто. Повторяйте в эти непростые дни для всех тех, кто переживает за Отечество наше, за Русь нашу святую, за тех, кто живет и любит святую страну свою, с многовековой историей, которую мы с вами должны сохранить и передать своим детям и внукам. Мне бы хотелось напомнить вам слова святого старца, некогда Василия Николаевича Муравьева, предпринимателя, который много сделал для процветания экономики России, а потом сподобившихся принять священнический сан и послужить Господу в сане священника. Родился в 1866 году и в 1949 году он отошел ко Господу. Он тысячи дней и ночей молился о победе русского оружия во время Второй мировой войны. И его молитвы были услышаны. Это еще раз говорит о том, что всем нам надо молиться, дорогие братья и сестры, усердно. Видите, один человек молился с подвигом, а мы с вами сейчас призваны к подвигу воздержания, поста, молитвы. И эта молитва будет услышана. И вот мне хотелось бы завершить сегодняшнюю службу его словами, святого Серафима Вырезкова, который пророчески сказал о нашем дорогом Отечестве. Вслушайтесь в эти слова. Утихнут грозные невзгоды. Своих врагов Россия победит. И имя русского великого народа, как гром по всей вселенной, прогремит. С праздником, дорогие! С торжеством православия вас! Русь святая! Храни веру православную! В ней же тебе утверждение! Аминь!